Работа волонтеров не ограничится формальными календарными сроками. Только в рамках национального проекта на реализацию добровольческих проектов намерены направить порядка 30 миллиардов рублей. Увеличатся объемы грантовых фондов. В республике в ближайшее время будет создан еще один волонтерский центр. С добровольцами Чувашии глава региона встретился в неформальной обстановке, чтобы обсудить рабочие планы. С подробностями Дмитрий Ковалев. Духовный центр Чувашии притягивает паломников со многих регионов. В престольные праздники, в храмах города и яблоку негде упасть. Особенные гости в ночь на Рождество волонтеры региона. Многие ребята в АллатР приехали впервые и добровольцам устроили теплый прием. Свободная воля человека это одно из тех качеств, которые отличают его от всех других существ. Почему? Потому что, во-первых, человек это творение Божие, образ Божий в нем. Мы видим по этой длительнике, какая красота может быть создана человеческими руками. У народа России есть свои сильные традиции, которые основаны на духовно-нравственных ценностях. Вот это самая-самая такая мощная сила. Я верующий человек, родители меня тоже так воспитали, тоже здесь побывали. Настроены только на добрые дела, по подсказке сердечки вашего. И этот исторический город на сегодняшний день очень сильно развивается. И благодаря даже во многом развитию вообще культуры нашего православия. Встреча с главой региона и инициатива добровольцев. Михаил Игнатьев приехал в АллатРа на вечернюю службу. Сотни православных отметили Рождество Христово в Свято-Троицком мужском монастыре. Почти 500-летняя история города оставила в наследство немало архитектурных памятников. В АллатРе более 90 зданий представляют историческую и культурную ценность. Свято-Троицкий мужской монастырь был основан в середине 16 века. На всю страну известны пещерный храм обители и 82-метровая колокольня. За свою высоту она включена в Книгу рекордов России. Основа православной культуры «Милосердие» говорит дьякон епархии. Его пример поразил добровольцев. Сергий Горохов воспитывает семерых детей, руководит миссионерским отделом и даже дает сольные концерты. В АллатРе дьякон Сергий переехал из Нижегородской области. Отмечают, что в Чувашской республике его удивила редкая душевность и доброта людей. Волонтеры региона это доказывают на деле. В их ряды уже вступили более 50 тысяч человек. Темп работы добровольца «Малатаря» задал прошедший в Сочи Всемирный фестиваль молодежи и студентов. У нас в районе существует местное отделение всероссийских общественных движений. Это волонтеры Победы, российское движение школьников, юнармия. Создан местное отделение Российского союза молодежи. Прошедший год для волонтеров стал знаковым. Только в республике было реализовано тысячи проектов. Одна из самых заметных акций федерального масштаба «Елка желаний». Глава региона исполнил мечту трехлетнего Трофима Егорова из Новочебоксарска, подарив ему специальный стол. Спасибо вам от лица всех семей. К Екатерине обращаются все семьи, чтобы она сделала массаж остальным детишками. Она делает это безвозмездно. Михаил Игнатьев отметил, что акция «Елка желаний» продолжится и в муниципалитетах республики. Окончание года волонтера – просто смена даты в календаре. В Чувашии в ближайшее время создадут ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности. Регион одержал победу в федеральном конкурсе. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика.